И всем привет ребят, с вами Мастер Банк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня мы находимся в нашем специальном аккаунте и сегодня у нас будет обзор того самого устройства, которое у нас и есть в танкофонде и того самого устройства, которое уже совсем-совсем скоро будет у всех ребят на аккаунтах, кто купил непосредственно танкофонд. Сегодня мы сыграем на рикошете с Гелиусом на паладинчике, это лучший корпус, который подходит под это устройство, ну и постараемся дать на нем очень и очень хорошие цифры в рамках одного матчмейкингового боя. Играть мы будем также с дроном Гиперион, можно конечно использовать Кризис, который будет показывать лучший результат, но сегодня мы Кризис оставляем в сторону, берем Гипериончика и смотрим что же у нас получится с этим рикошетом. Сейчас в нашей игре, по моему мнению, этот рикошет является тоже одним из самых жестких, но у него есть, как и наверное у любого другого вооружения, свои минусы. И у этого рикошета главный минус это то, что если у противника большое количество резистов, на нем крайне-крайне тяжело будет набирать большое количество очков. Поэтому если есть большое количество резистов, можно, например, этот рикошет заменить на молота. Либо молота заменить на этот рикошет, в зависимости от того, какие резисты есть у противников. Ну а я попробую сейчас на хорошей карте реализовать этот рикошетик с гелиусом, также желательно больше кататься по вражескому спауну, когда у меня будет овердрайв, ну и вот такие вот контентовые плюшечки накидывать по противникам. Ну и гелиус, понятное дело, дает возможность мне намного дольше жить, если я не буду, конечно, сливаться здесь. Ну и такую плотную накидочку можно на постоянной основе тоже давать, баллон чуть-чуть подкапливать и обратно добавлять эти контентовые тычки. Кризис лучше подходит с точки зрения того, что вы можете ехать на ДДшке, которая будет у вас более сейвовая и она будет сильнее актуальна и потом вы просто в тайминг берете и переключаете на ДДшку и даете еще Х2 урон. То есть в этом плане намного интереснее смотрится Кризис. Но даже с Гиперионом я думаю, что у нас будет сейчас возможность хорошо реализовать это устройство. Ну и я, конечно, жду, когда оно уже у меня появится на моем основном аккаунте, потому что пока что у меня его еще до сих пор нету. Ну и посмотрим, что с ним вообще станет после того, как оно появится у большого количества игроков в нашей игре. Так, выпадает у нас дроповый овердрайв, который мы удачно забираем. Можно забрать еще точку. Не знаю, захватилась она у меня или нет, но похоже нет. Так, ну и пробуем влетать. Пробуем влетать. Вжимаем сразу овер. Я думаю, что с Гиперионом можно ни в чем себе не отказывать. Ой, иммунитетик от пробития у Ореса ептить. Отлично еще сбивает аптечки это устройство за счет того, что наносит быстрый урончик. Ну и за счет Гипериона я думаю, что мы сейчас еще вот этого молодого должны сбривать. Отлично. 10 к 1 идем. Хорошо. Пошло. Побольше, конечно, типов желательно, которые не прожимают у нас аптечки и расходочку. Тогда будет еще больше возможности уничтожать противника. Ну и, конечно, желательно попадать как можно меньше на типов, у которых и есть резист от вашей пушки. Просто лучше переключаться на кого-то другого и уже накидывать по ним урончик. У нас уже неплохо. 13 кило. Рабочая темочка начинается. Единственное, только надо овердрайв почаще, чтобы был на паладине. Тогда вообще все шикарно у нас может быть. Ну и дальность этого рикошетка, конечно, очень хорошая. Прям безумно крутая. С какой дальностью играть очень комфортно. И за счет нее можно, конечно, тоже большее количество киллов реализовывать. Так, здесь резист у молодого. Пробуем сразу накидывать по тем ребятам, у кого либо нет резиста, либо у кого КП чуточку поменьше. Ой-ой-ой, вас пик бомбочку. Хорошо. Шикарная бомба. Ну и, похоже, эта карта будет фуловая, потому что противник неплохой запикался. И нужно стараться, я думаю, что уже ехать даже на точку. Больше саппортить нашим тиммейтам. Помогать сбивать захват. Потому что иначе эта катка может быть даже проиграна. Поэтому давайте чуть больше внимательности. Будем отыгрывать тоже от точечки. И со стороны точки накидывать тоже урон по противнику. Ой-ой-ой, шарик летит жесткий. Откатываем, чтобы он нас не съел. Так, но все равно у нас точку забирают. Еще и мне сводка сверху залетает. Но это жестко. 80% фобердрайва уже есть. 16 на 4 мы идем вместе с вами. Давайте стараться сейчас закатывать через левую зону. В надежде, что наши тиммейты сейчас еще подстрахуют точечку. И... Нет, давайте не через левую, давайте лучше через центр. Покидаем здесь урон. Одного сливаем. Блин, ну и тут меня быстро добивают. Может быть что-то подумать, поменять по рейдику еще? Может резист какой-то сменить? Так, точка придерживается или нет? Я не понимаю. Походу придерживается. Да, держим, 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 бойцы. Держим, держим. Еду, 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 еду. 27% фобердрайва. Сейчас бы... Ой, хорошо. Еще и сбили захват. Вообще шикарно. Так, сейчас мы попробуем реализовать здесь оверочку. Пробуем от оверочки отыграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, давай-давай. Блин, я забрал, но там еще один викинга молот прожимает овердрайв. Офигеть. Две оверки это то, к чему я не был готов, к сожалению. А была отличная возможность реализовать наш овер. Выпал овер, кстати, слева. В минуту сорок можно будет к нему вообще туда подъехать и попробовать его тоже забрать. Ну и редов, конечно, уже от гелиуса стало большое количество у нас против. Но за счет паладина оверки как раз-таки у нас будет возможность это все дело контрить. Так, и у нас есть, кстати, шанс захватить эту точку. Фобер здесь выпрыгивает, но его можно сбрить. Ой, хороший шарик. Контентовый шарик залетает. Только я не понимаю, почему он взорвался на полпути. Ну и еще и сводочка от вражеского скорпиона залетает. 27 киллов у нас. Скоро будет выпадать слева у нас овердрайв. Поэтому потихонечку, я думаю, что сейчас можно сделать накидку по центру. И потом уже с респа ехать налево за оверкой. Либо направо за оверкой, справа. Не знаю, честно говоря, когда она будет падать. Поэтому давайте, наверное, я лучше поеду налево. И надеюсь на то, что наши тиммейты сейчас эту точку еще придержат. 21 килл всего лишь у меня. Резистов, конечно, уже от рикошета нашего понабирали. Большое количество, но мы отчаиваться не будем. Будем стараться сейчас забирать дроповую оверочку, которая уже секунды на секундочку, на минуточку должна падать. Вот она уже выпадает. Так, я надеюсь, что она будет моя. Но точку мы отдали. И зачем ты едешь забирать у меня оверку? Боже, чел с оверкой, уже с имеющимся овердрайвом, едет забирать у меня еще один овер. Зачем? Для чего они это делают? Офигеть! Сколько резов от рикошета уже взяли? Я заходил в эту катку, здесь было один или два реза от рикошета. Час 10 уже где-то. Ну ладно, не 10, 8. 8 резов от рикошета. Офигеть! Просто офигеть! Так, ну и противник, кстати, захватил точку. Но у меня есть овердрайв, поэтому давайте мы лучше сделаем чуть-чуть поумнее мув. Давайте... Блин! Как печально, когда у типа есть эмунка. Ладно, пробуем. Пробуем сбривать молодых... Молодых нагибаторов. Так, отвлекаем, 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 чтобы они ехали на меня. У этого тоже иммунитет? Офигеть, они все с иммунитетами. Вот это гений игры. Это просто гений. Катающий с иммунитетами от пробития. Блин, ну это, конечно, печально, когда есть эмунка от пробития, и когда ты играешь с тем корпусом, который как раз-таки и работает. Только не против иммунитетов от пробития. 25 килов! Плоховато! Плоховато, плоховато у нас все идет в рамках этого боя. Но резистов, конечно, от рикошета с гелиусом сейчас уже много. Вы представляете, сколько будет резов от этого Рика? После того, как его получат еще, ну где-то, наверное, человек... Человек тысячу, может, две тысячи. Представьте, сколько будет здесь резов от него. Но он суперкрутой. Это очень хороший рик. Шикарное устройство, которое идеально сочетается с паладином. И очень хорошо работает против... Против любого противника, у кого нету реза от Рика. Но, конечно, резистом оно контрится. 29 киллов! Еще 6 минут у нас остается до конца. К сожалению, мы уже начинаем чуть ли не проигрывать этот бой. Попробуем сейчас чуть-чуть подъехать, чтобы слить хопера. Ладно, до хопера не дотягиваем, сливаем мамонта. А вот сейчас можно уже и еще кого-то сбрить. Так, и если сейчас еще запушить на хоперочка, отлично, забираем его. А если захватить точку? А если захватить точку, будет вообще шикарно. Заберем? Отлично! Супер! Бомбически классно! Великолепно! 5 минут до конца. Мы уже даже еще и ведем по счету. Магнум прожимает овердрайв. Его должен был слить. Но он сам себя слил. Гений. Хорошо. Еще один килл. Если играть на этом вооружении против средних, ну таких средних игрочков, то, блин, какой же жесткий результат получается. Бывает на этом рикошете с Гелиусом. Иногда такие цифры Бемсисы. Это просто до свидания. Ну ладно. Не будем сейчас говорить о грустном, когда мы видим такое большое количество резистов. Но как есть, так и есть. Так, овердрайв у меня тоже имеется. Давайте пробовать сейчас ехать ближе к вражескому респу. И стараться уже его здесь прожимать. Мамонта. Быстро забираем. Попера. Быстро забираем. Диктатора. Также. Блин. Я уже думал, у нее тоже иммунка. Забираем. Пантера забираем. Викинг в упоре. Забираем. Ай, шарик залетает. Ну ладно. Шарик неграмотный. Поэтому пойдет. 40 килов. 4 минутки до конца. Ей, контактичек неплохой у нас. Главное сейчас еще точку засейвить. Не отдать бы точку. На 3-3 было вообще шикарно. Чуть-чуть подержать ее еще. Побороться за нее. Побороться за нее. Побороться. Надо, надо, надо. Обязательно надо побороться. Нельзя сейчас отдать ее так просто. Нельзя так просто ее отдать. И некому ее придержать, к сожалению. Обидно. Обидно, досадно. Но ладно. Ну ладно. У нас... А, и Зида с этим, с лечением. 700 очков уже набрала. 5000 гсм. Типа, как он это делает? Объясните мне, пожалуйста. Как он это делает? Нифига себе он. Евгений Игрик что ли какой-то? Так, справа у нас. Два молодых с резистами. Ну это, конечно, бесшансовое. Когда вы так вот попадаетесь против резов, это, конечно, просто ноль шансов. Ноль. Ноль шансов. Что-либо сделать. Еще бы оверка бы падала бы. Может быть, какой-то моментик бы дополнительный я себе получил бы. Так. Вот этого мы забираем. С критами, конечно, тоже может очень круто залетать. Этим рикошетом. Но не так часто эти криты бывают. Если, конечно, вам диктатор не раздаст их. Если диктатор вам раздаст, то может очень неплохо получаться. Экфантер оверку не успел прожать. Ну и 43 килла. В целом, вообще, если вам повезет, и вы запикаетесь в катку, где не будет резистов от вашего пушки, вы можете достигать результата в 70-80 киллов за бой вообще смело. Да, то есть, вот такой результат у вас может быть. Отличная работа. Великолепная работа по контролю овердрайва. Сбреваем магнума, который хотел прожимать овердрайв. Ну и сами тоже улетаем на резп. 44 килла. Две минутки до конца. Да, если бы, конечно, я запикался в какую-нибудь АДМочку, здесь был бы поинтереснее результатик. Ну ладно, что есть, то есть. Не надо, как говорится, показывать только идеальные и самые жесткие стороны. Да, иногда надо и играть против резистов. И против больших резистов. Да, и против контр ваших вооружений. Дабы показать, что иногда это устройство, хоть и работает хорошо, но не прям идеально и не прям бомбически. Но вот в таком бою, я думаю, что я бы просто взял бы, поменял бы. Ну, если бы это был бы не обзор бы, да, рикошета с гелиусом. Я бы взял бы просто рикошета поменял бы на молот. Хотя там от молота... Нет, молота мало резов. От молота 4 резиста. То есть я бы взял бы здесь молота вместо рикошета и пробовал бы его бы реализовывать в рамках этого боя. Думаю, что это было бы сработало. Это было бы актуально. И можно было бы дать хорошие контентовые циферки. Я думаю, что плюс-минус, плюс-минус, молот бы залетел бы чуточку, чуточку здесь лучше. Но если учитывать то, что здесь еще большая карта, то рикошет гелиус все-таки смотрится лучше, чем молот. За счет того, что вы уже на средней дистанции будете накидывать урон по противнику. А с молотом надо больше приезжать в ближнюю и уже с ближней дистанции накидывать пички. А тут так можно чуть-чуть с большего расстояния понакидывать и поуничтожать противника. Но мы даже, даже с таким большим количеством резистов по трикошету с гелиусом сумели набить 50 килов. 50 килов в осадочке. Я считаю, что это очень и очень хороший результат. Поэтому, ребят, если вы вдруг еще до сих пор сидите по каким-то причинам, думаете о том, покупать ли вам этот спецпак для танкофонда за 990 танкоинов, которые находятся у нас в магазине вот здесь. Вот этот вот спецпак допинг. Если вы до сих пор думаете покупать его, не покупать, стоит он того или нет, я вам скажу так. Лучше танкофонда пока что в нашей игре не было. И с точки зрения устройств, и с точки зрения того, что можно получить еще даже сверху броник с кризисом. И тогда уже намного меньше человек будет говорить о том, что там, ты играешь на кризисе, донатный дрон, там все дела. За тысячу танкоинов его можно получить. За тысячу. За тысячу. За какую-то жалкую тысячу танкоинов, которые даже можно зафармить без доната. С учетом того, что еще компенсаций, сколько у нас было за последнее время. Сколько можно фармить с челленджей, с недельных контов. Да, в целом тысячу можно заработать. Поэтому не упускайте этот шанс. Берите и получите уже изначально такое хорошее устройство, как рикошет с гелиусом. Я не знаю, насколько жесткие будут те устройства 3, которые идут на 11, 12 и на 13 миллионов в танкофонде. То есть Тесла с Пульсаром, Гром со Сплэшом и на Скорпион там новое устройство. На Скорпион, ладно, там типа такое может быть не супер жесткое. Но Гром со Сплэшом, что Пульсар, Тесла это тоже должны быть очень сильные устройства, которые я надеюсь, что в ближайшем будущем уже у меня будет возможность протестировать. Показать их вам, поэтому берите, друзья, обязательно берите, обязательно покупайте. И пишите, что вы думаете по поводу этого рикошета гелиуса. Поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился, если он вам был полезен. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кемо личный, так это так темп, установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Вся информация по этому поводу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.